Давайте. Российская оппозиция устроила массакру самих себя. Это, конечно, история такого потрясающего харакири. Харакири российской оппозиции. У меня к ней осторожное отношение, вы знаете. Я все-таки белорус, причем проукраинский белорус. И я с очень большим подозрением смотрю на то, чем занимается нынешняя российская оппозиция. Я понимаю, что она разная. Я понимаю, что там есть очень разные группы. Мы про это сейчас поговорим. Как нам относиться, как нам понимать эту историю. Но на этой неделе они устроили просто разборку в стиле 90-х. Просто реальную такую... Ну, это еще раз показывает уровень деградации гражданского общества в России. И деградации российской оппозиции. Я думаю, что у нас такое было бы невозможно. И в этом смысле... Ну, как угодно можно относиться к Тихановской, к координационному совету. Но мы точно до такого быдлятского как бы способа политических дискуссий, которые вот у них, мы не опускаемся. Это правда. Мы там на голову выше. Но вот что произошло? Значит, понятно. Российская оппозиция, она сейчас, как и белорусская, в большинстве своем за границей. За границей есть несколько групп, которые отчаянно борются за место главных российских оппозиционеров. То есть у нас такой борьбы особой нет просто потому, что у нас есть главный оппозиционер Светлана Тихановская, признанная Западом, признанная белорусами. И да, ее очень много критикуют. И особенно критикуют ее офис. И особенно критикуют некоторых людей в офисе типа Вечерки. Но в целом у нас нету дискуссии такой, что вот есть Тихановская, а есть, не знаю, Крыжановская. И вот Крыжановская, она имеет ровно те же права стать лидером оппозиции, как Тихановская. У нас этого нет. Ну нету этого. А там нету главного. Алексей Навальный убит или погиб в этой камере, в тюремной. И все. И несколько групп влияния находятся в постоянной политической борьбе. И какие же это группы? Значит, первая группа это МБХ группа, Ходорковский. Там же Невзлин, там же Антивоенный комитет, там же Гарри Каспаров, там же достаточно большое количество таких старых правозащитников. Да, и это вот одна группа. Вторая группа это ФБК. ФБК это очень такая сектантская организация. Несколько буквально там человек на виду. Жданов, Волков, Албуров, значит, Певчих и жена Навального, Юля Навальный. Вот они, ФБК. Которые ни с кем не блокируются, ни с кем не тусуются. Ведут очень агрессивную собственную политику по уничтожению всех конкурентов вокруг. Третья группа это так называемые КАЦисты или КАЦ. КАЦ предлагает сдаться. Да, значит, это бывшие, ну, я бы сказал так, медийщики и пиарщики, которые в основном занимаются именно медиа, медиа, медиа. И тянут бабки через Ютуб, через вот эти правила. И четвертая группа, четвертая группа это проукраинские российские оппозиционеры, которые за силовое сопротивление Путину. Это Пономарев Илья, это РДК, российский добровольческий корпус, это свободная Россия, это там какой-то, это Иларионов Андрей, ну и еще там какое-то количество людей. Да, те, которые считают, что надо помочь Украине, чтобы Украина помогла освободить Россию от фашистского путинского режима. Это четыре группы, которые имеют очень разные подходы. Сейчас там, видите, произошло вливание с этими освобожденными, и пока не очень понятно, куда там они распределятся. Но очевидно, что на вот том небольшом пятачке, где они могут оперировать, а к ним все относятся с большим подозрением, вы же понимаете, места на всех нет. Как бы гора одна, а желающих забраться на нее много. И они без... вот неустанно мочат друг друга. Не столько Путина, не столько это. Друг друга. И вот на этой неделе очередной взрыв такой. Значит, ФБК обвинили Ходорковского и Невзлина. Ну, даже больше, хотя формальный исполнитель Невзлин, как бы удар был против, конечно, Ходорковского основной. В том, что те, такие плохие, значит, заказывали избиение Волкова и жены, их тоже, экономиста, сотрудника Миронова. И вообще, значит, используют методы из 90-х. Такие страшные люди. Делали по этому поводу, как всегда, фильм, показали фильм. И к этому фильму, значит, такие подводки, что вот, мол, не сотрудничайте больше с этой группой вообще. Со всей. То есть, не с Невзлиным, который это все как бы организовывал, а со всей этой группой. Ходорковский, антивоенный комитет и все, кто вокруг их изданиями, медиа и всем остальным. Типа, уничтожим эту группу одним ударом, Блицкригом. Действительно, Блицкриг. Значит, почему это произошло? Это произошло, и я, честно говоря, этого ждал, потому что СОТА, такое издание, которое финансируется частично Невзлиным, 27 июня 2024 года выпустило расследование о финансировании ФБК. Любой может зайти, посмотреть. Значит, оно называется «Два вопроса к ФБК». Сотопроект.ком И там, интересно, они опубликовали документы по бабкам. Значит, вот там налоговые декларации ФБК США. Два с половиной миллиона долларов. Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча. Дальше ФБК Юроп. Пять миллионов долларов. Да? Борцы с коррупцией. И какая-то, и там история про то, что, значит, несколько организаций, которые связаны с ФБК, туда-сюда качают миллионы баксов на свои же, собственно, юрлица. А реально эти юрлица контролируют какие-то литовцы, семейка. Сейчас скажу, как они зовутся. Лапинусы, по-моему, сейчас. То есть через Лапинскин. Лапинскины. Вот. Которые... Ерена Лапинскини. Вот. И еще несколько литовцев. И банкир-железняк, который, как говорят, украл очень много денег про бизнес-банка, обанкротил банк, украл очень много денег вкладчиков в России и бежал за границу. То есть организация, которая должна заниматься борьбой с жуликами и ворами, управляется вором. Железняком и какой-то литовской семейкой. И они там, эта семейка, это несколько этих лапинскисов, они туда-сюда отправляют миллионы долларов из американского ФБК на европейский ФБК, через этот простериум. Какие-то... сами себе выдают гранты, сами себе выдают пожертвования. Сами себе. Я себе жертвую. Вот так. И вот такой там круг. Почитайте. Это интересно. И, ну, когда это вышло, я понял, что все. Будет какая-то жесткая ответка. Будет, будет, что-то будет. И вот действительно, смотрите, 27 июня вышло расследование по поводу, как бы, мягко говоря, непрозрачности ФБК на сотопроект.ком. Вот когда, позавчера вышло расследование ФБК, что, значит, спонсор сотопроект, он вообще убийца, негодяй и подонок. И все должны от него дистанцироваться. Значит, как это расследование возникло? Вот это самое интересное, который все рассказывает про российскую оппозицию. Значит, агент ФСБ, который они знали, что он агент ФСБ, решала некий, обратился к ним и сказал, у нас у ФСБ есть материалы. У нас есть переписки Невзлина и какие-то разговоры с Невзлиным. То есть мы, ФСБ, хотели бы, значит, слить эти материалы через ФБК. Ну, по сути, по сути, да? То есть человек, работающий на ФСБ, обратился к ФБК, сказал, я хочу через вас слить эти материалы. Открыто. То есть это не то, что мы потом узнали, что он агент ФСБ, или как-то вскрылось, что он агент ФСБ. Он просто как агент ФСБ к ним обратился, как решала ФСБ. Они сказали, да, замечательно, давайте. А он сказал, ну, только я вам не дам оригиналы почему-то. А, значит, я вам дам скриншоты со скриншотов и запись, и вы получите запись записи. И вот это есть то, с чего вы можете там уже решать, правда это или нет. Ну, давайте так. Значит, он им дал это, исчез дальше, и они сделали фильм. Но не только они. А вот мы тут рассуждали про русские на войне, тоже такое же расследование, с теми же скриншотами, с теми же материалами, сделала Russia Today и разместила за неделю до ФБК. То есть они работали, как бы получается, ФСБ сделало так, что они работали в паре. Сначала Russia Today, потом ФБК. Ну, понятно, что ФСБ это все контролировало, потому что ФСБ контролировало, какие передать скрины, какие передать аудиозаписи, когда встречаться, где встречаться в Черногории, да. Это же не сам этот человек решал, да. Это, как бы, ФСБ решало. Причем Христо Грозев сразу сказал, да, это операция ФСБ, шестого там управления ФСБ. То есть ФБК пошло на то, чтобы стать частью, элементом официальной ФСБшной операции. Ну, как это так оно получается? Потому что, ну, они же не идиоты, не могут не понимать, что этот человек, да, действует по заданию. И что, как бы, используя эти материалы, они выполняют то, что от них хочет ФСБ. Ну, хорошо. Они сделали. Это не исключает, что эти материалы абсолютно действительно правдивы. То есть, да, может быть, потом окажется, что Невзлин действительно настолько не любил этого Волкова, что кушать не мог. И, значит, попросил кого-то там его побить и каких-то отморозков, да, вспомнил свои эти практики из 90-х. Все это может быть. У меня вот эта часть пока заботит меньше, чем то, что ФБК вошел во взаимодействие с ФСБ и совместно с ФСБ родил этот проект. То есть, взял материалы ФСБ, слив от ФСБ и родил этот проект. Потому что, как мне кажется, настоящая оппозиция не может так работать с ФСБ. Ну, как мне кажется. То есть, если ты точно знаешь, что это ФСБ, и это операция ФСБ, и это тебе дают от ФСБ, Ну, как-то, как-то я не понимаю тогда, а где тут, в чем оппозиционность особая. Понятно, что тут цели совпали. То есть, и ФСБ, и Путин очень хотели уничтожить Невзлина. И, соответственно, теперь и ФБК очень хочет, потому что вот Невзлин так их не любит, что там такие вещи мог сделать. Но здесь их цели совпали. Здесь они идут одним путем. Почему? Ну, понятно, почему ФБК не любит Невзлина, да? Потому что вот эта СОТА опубликовала их миллионные-миллионные проводки на действительно очень непонятные цели и счета. И, я думаю, на Западе очень многие увидели эти миллионные проводки и все эти рассказы, что давайте нам донаты. Да, мы такие бедные, не можем тут почти работать. Там только на представительские услуги они потратили 50 тысяч долларов. Представительские услуги. Расходы, точнее. Не услуги, а расходы. 50 тысяч долларов. Ну вот. То есть нашим белорусским оппозиционерам такие бабки и не снились. Хотя тоже, наверное, какие-то есть. Но мне больше, как бы, важно сказать, почему Невзлины не любят Путин и ФСБ. И почему для них эта задача номер один. Уничтожить Невзлина и Ходорковского. Потому что Невзлин за 15 лет очень такого методичного, шаг за шагом судебного разбирательства с Российской Федерацией по делу о конфискации активов ЮКОСа. Это дело выиграл во всех судах и во всех апелляциях. И получил право на арест и конфискацию по всему миру имущества Российской Федерации на 58 или 59, уже под 60 с учетом пени, миллиардов долларов. То есть Невзлин получил право на 60 миллиардов долларов российских активов по всему миру. Ну и группа акционеров ЮКОСа, куда входит и Ходорковский. Это очень осложняет жизнь, как бы, скажем так, внешнеэкономическую жизнь Российской Федерации. 60 миллиардов долларов. ФБК хоть один доллар арестовало у Путина, нет. Они только помогают избавляться от коррупции в российской армии, делая российскую армию менее коррумпированной и более боеспособной, как сказал абсолютно точно Виталий Портников. Очень советую посмотреть его реакцию на это все. А Невзлин отобрал у Путина юридически, еще, может быть, не физически, но уже юридически 60 миллиардов долларов. Первое. И второе. Невзлин реально поддерживает Украину и поддерживает ВСУ большими грантами, большими деньгами. То есть, если ФБК к Украине относились просто как некая жертва и, ну да, эта война так и несправедлива, но помогать Украине мы ж не можем, мы ж российские политики под российским флагом и вот это все, то Невзлин сказал, надо помогать Украине и мы будем помогать Украине. А Ходорковский создал антивоенный комитет, который четко и ясно говорит о российской военной оккупации, о необходимости полной деоккупации Украины, о необходимости платить репарации и все остальное. Вот и все. Теперь там по сути дела. Действительно, я не исключаю абсолютно, что Невзлин мог использовать эти бандитские методы. Конечно. И, ну хорошо, но это уголовное тяжкое преступление тогда. Это ж не пиар какой-то, не повод для пиара. Это уголовное тяжкое преступление. Первое, что должно быть в уголовном тяжком преступлении, это возбуждение уголовного дела о таком уголовном тяжком преступлении и предъявление юридического обвинения. То есть, если Невзлин, вот это все организовал, литовская полиция, прокуратура, польская полиция, прокуратура, туда должны были быть отправлены сначала до всех публикаций эти материалы. Возбуждено соответствующее дело, а Невзлину присвоен статус подозреваемый, обвиняемый, ну или свидетель. И ничего этого нет. Я вижу много там постов, твитов этого ФБК, людей, которые около ФБК, всех, кого они там заставляют сейчас, значит, орать на Невзлина и Ходорковского, отказываться от сотрудничества. Всю вот эту вот, как бы, пиар-историю, это все я вижу. Кино, как у Трофимовой. А чего я не вижу? Заявление правоохранительных органов Литвы, Польши или Израиля о том, что они возбудили уголовное дело против Невзлина и там объявили его в розыск, например, или поставили на карточку на Интерпол, или вызвали на допрос, или что-то. Ничего нет. Но ничего этого нет. То есть, Невзлин абсолютно с точки зрения закона не является ни, ладно, там, осужденным, ни даже подозреваемым по этому делу на данный момент. А все вот это просто такие бурления, как бы, пиара, да, огромные. Мы сравнили переписки, нашли там СМС-ки, голос поход, ну вот это все. Все замечательно. Это как где, где, собственно, это и раз уголовное дело, где само дело. Дальше. Ну, окей. Значит, они там сейчас грязью все это вот обливают их, все очень профессионально, действительно, качественно, так сказать, вот такую абсолютно чернушная такая атака, да. Ну, настоящая 24 февраля, только в отношении Невзлина и Ходорковского. Ну, Невзлин сказал еще 5-го, если я не ошибаюсь, августа, вот он сегодня написал, что он в полицию обратился сам, литовскую. Сказал, что будет против него такая операция готовиться. Написал заявление. Ну, посмотрим. Проблема ФБК в том, что они сейчас будут обязаны это доказать в юридической плоскости, а это будет не так просто. Здесь слов аффилированных там с ними журналистов недостаточно. Что, типа, мы верим. Надо доказательства, которые примет суд. Юридические доказательства. Могут быть юридическими доказательствами переписка к скрины со скринов. Нет. Ну, нет. Надо телефон и надо этого человека и реально посмотреть, была там эта переписка. Потому что любой понимает, что эту переписку нарисовать на любом фоторедакторе занимает одну секунду. Да, это нужно знать человека хорошо, да, там правильно написать тире, как он пишет. Какая разница? Это не может быть доказательством. В этой переписке там не так указано тире. Надо метаданные файлов и надо метаданные переписки. В принципе, европейские органы могут это получить у мессенджера. Как минимум, там какие-то данные. А все данные можно получить только изучив телефон. Второе, надо этот свидетель. Этот чувак, ФСБшник. Раз он разговаривал, раз он это все устраивал, раз он это избиение организовывал, Ну, он должен дать показания в суде. А где он? Ну, а где он? Его тоже нет. То есть реальные доказательные базы, вот я, как человек, который закончил юридический факультет Белорусского государственного университета, и у нас был предмет, уголовный процесс, я здесь, вот той доказательной базы, которую суд бы принял, сказал, да, это доказательство, хоть чего-либо, я не вижу. Возможно, именно потому, что они сами поняли, что в суде они предъявить ничего не могут, они пошли на чисто такой пиаровский вариант атаки. Я это не исключаю. Что сказал Ходорковский по этому поводу? Невзлин, конечно, мой друг, но у нас разные с ним политические проекты, это правда. А ФБК говорит, нет, это одно и то же, вообще от них всех держитесь подальше. Вот они, как бы, две разные позиции. Но главная атака идет, как раз, повторяю, Невзлин, да, Ходорковский, да, антивоенный комитет. ФБК пытается разрушить антивоенный комитет в поддержку Украины. Вот это для меня абсолютно недопустимо, абсолютно чудовищно, потому что в тот момент, когда гибнут десятки тысяч людей, я все понимаю про, что кого-то побили, и это мои соболезнования. Вот, повторяю, тут вот Волков, он сейчас здесь, в Нью-Хевене, я могу к нему подойти и спросить, как его дела. Я его во вторник видел. Вот, но там его побили, ну, сейчас все хорошо с ним, могу сказать точно. Ну, миллионы людей страдают, десятки, сотни тысяч потеряли дома, потеряли имущество, и десятки, сотни тысяч убиты физически. И вы хотите ликвидировать антивоенный комитет, который единственный призывает россиян противодействовать этой войне, который призывает поддержать Украину. Что вы творите? Что вы творите? Вы свои малюсенькие проблемы ставите вперед реально глобальной, тяжелейшей мировой проблеме российской захватнической войны. Ну, это поразительно для меня. Просто. Вы свою проблему легко можете решить в суде. Вы добиться ордера на арест невзлино, арестовать его, засудить, и гражданский, и уголовно, взять с него миллионы долларов, и он будет сидеть в тюрьме. Но вы же знаете, что ваша позиция по российско-украинской войне, она, по сути, ничем не помогает Украине. А те люди, которые реально помогают Украине, вы их мочите сейчас. И единственная структура российской оппозиции, которая выступает деятельно против войны в Украине, в поддержку Украины, вы ее мочите. Это нормально. Ну, я не понимаю этого. Вот. Поэтому, ну, посмотрим, как будет развиваться эта вся история. Конечно, страшная, повторяю, давилка, вот эта крысиная возня сейчас российской оппозиции, которая, ну, просто катастрофически скажется на ее в целом имидже. и ФБК, и, потому что ФБК, теперь понятно, что это просто провоенная организация, раз она бьется с антивоенным комитетом. Ну, если ты пытаешься уничтожить антивоенный комитет, наверное, ты тогда за войну? Или как? Или как это вообще соотносится? Вот. А сотрудничество с ФСБ, как это объяснить? Я понимаю ради там выяснения своих личных обстоятельств, очень личных, личной там вражды и преступления в отношении лично тебя, но ты с ФСБ работаешь. Я этой логики не понимал, не понимаю и не пойму. Спасибо.